здорово карелок как погодка говорят у вас там холодно как я говорил в одних из роликах что я скоро уеду и сейчас я нахожусь в азии вот и специально для тебя перед отъездом мы наснимали контента чтобы ты не скучал вот и пока ты смотришь я выпью за тебя замечательный бодрящим капан хорошего просмотра мы сейчас прилетели в леруа купить фанеры фанеры вам необходимо для того собрать ящик потом туда положить скульптуры потом это взять все за забой довести до москвы потом сдать в аэропорт и перевести это все в индонезию продать и приехать домой с тремя миллионами или четырьмя миллионами рублей и все началось с листа фанеры в леруа нам надо выбрать толщину с тобой фанеры я думаю лучше взять нам где восьмерка давай найдем восьмерку просто мне большие переживания что в аэропорту это могут просто все расхерачить даже постоянно туда-сюда кидается и чем толще мы берем с тобой лист фанеры тем больше веса у нас будет который нужно будет тащить с собой надо сейчас позвонить сотруднику чтобы он пришел и нам напилил 4546 здрасте а мне нужно фанеру напилить спасибо фанеру мы напилили сейчас нам нужно взять брусья небольшие нам самое важное нужно найти вот эти ручки которые будут сбоку от этого ящика чтобы можно было хвататься и переносить его а значит подумал может быть колеса ему купить что его вообще возить можно было этим и ящики на самом деле чертовски переживаю потому что если я соберу что-то не так ли в самолете или во время там транспортировки это все кокнут то у меня есть достаточно хрупкие скульптуры за которые я больше всего волнуй считаю серия лонга одну скульптуру сейчас бы не оценил в 3000 евро грубо говоря на моей ошибке мы можем потерять как минимум 300 тысяч рублей с тобой вот если разобьют все четыре то минус миллион двести поэтому лучше взять побольше брусков и сделать это все понадежно на самом деле вот смотри вот эти малышки 180 рублей на счет для фрезеровки да мне фрезеровать нечем вот смотри вот есть небольшие малыш и все и отлично такой раз вот и поболтается ты взял и понес так а как ты думаешь может быть мы с тобой колеса поищем и возьмем еще колеса для нас было два пакетика для ящика пойдем сказать колеса нам надо набрать уголков чтоб еще ввязать ящик жестко значит и думаю мне ящик закрыт на саморезы ну саму крышку лимонам надо сделать что-то замочком чтобы это могли вскрыть на таможне если вдруг попросят досмотреть ниже отвертку собой не повозить будет как бы если попросят если будет досмотр ящик хочу делать так смотри пленка нам нужно для того чтобы мы с тобой это все перемотали сделали пупырки еще еще думаю что у меня же не туда пластификация фотоработы думаю не надо ли мне еще купить картон я уклеить это всеерт рекорд и ровный пина пол и экструдированный пенополистирол экструдированный пенопкороче то можно оставить полностью видео экструдированный пенополистирол мы берем он будет на подложкой работы г?-в каких-то местах я как раз это подложил возьмем 3 штучки я думаю этого будет достаточно А вы знали, что директор магазина Флюра, он очень любит фильмы про Ниндзя, про японцев, и они специально завезли под каким-то брендом звездочки в продажу. И мне рассказывали истории, что этот директор вместе со своими дружбанами, они в магазин приходят легально покупают и где-то потом швыряют в спину. Куда бы ты воткнул звездочку Ниндзя. Алиса, громче. Смотри, Кирилл только что спросил, можно ли таким инструментом работать по камню? Да, если работа идет мелкая, если это мрамор или, к примеру, то, что из Карелии, это алькохлорид, но вот именно вот с этими брендами я вообще ни разу не соприкасался, потому что у меня только дремель. Нет, у меня дремель, именно купленный дремель. Как с этими работать, я не знаю, но причем, видишь, здесь есть набор насадок. Вот эти, они очень-очень простые в обработке паталькохлорида. И подожди, знаешь что, у них где-то был тут ящик с мелким инструментом как раз для камня. Сейчас, подожди. Давай найдем, потому что я раньше к ним постоянно прилетал и покупал наборы расходников. Ну вот, смотри, вот видишь, вот эти вот, второй ряд насадочки. То есть, ими ты сможешь поработать по камню, обработать какие-то мелкие детали. Вот, если ты этот будешь брать набор чисто по камню, вот это все остальное ты выкинешь, потому что оно не нужно. И у Лерла, я вот сейчас не вижу, вот были именно такие наборы. Я их постоянно покупал и они очень-очень-очень были классные, а сейчас их что-то не в этом не вижу. Ты знаешь, почему Лерла самый лучший магазин? Потому что тут есть туалет. Рассказываю, что происходит. В общем, смотри, два дня упаковывал вот этот ящик, там шесть скульптур и все они должны лететь в Джакарту. Аккуратно, плотненько, потому что там есть четыре хрупких скульптуры, за которые я очень сильно переживаю, что они могут сломаться в дороге. Что происходит? Через два часа мы должны уже ехать на ЖД вокзал. То есть, все, садимся в поезд, едем в Москву и вылетаем. Сейчас, на всякий случай, решили залезть на сайт авиаперевозчика и оказалось, что груз больше 35 килограмм, они не поднимут и придется это все перепаковывать. Этот ящик весит 50 килограмм с копейками. В общем, у меня ровно два часа, чтобы все переупаковать, чтобы все как-то приделать, чтобы, блин, мы все-таки могли улететь. Короче, там, уже пендроль. Ну, понеслась. Че-е-е! Че-е-е! А я его старался, упаковывал такой вот, что в каждой болте там что-то закручивал, чтобы ни хера не расхерачили. сейчас надо это все переделать я начал выкручивать саморезы которых здесь очень много в ящике оказалось что деволь все сел и сейчас его можно зарядить и хрен знает сколько времени уйдет на зарядку а нам нужно разобрать это все собрать новый ящик чтобы все по отдельности это разбить как-то сделать за полтора часа уже хрен его знает конструкция разобрана собачки уже уехали домой сейчас наташа попробует упаковать в чемодан и вот надо понять что нам дальше как нам нужно короче за 20 минут я вот переделал ящик небольшой 4 скульптуры с лонгой они поместились вроде как в чемодан и я надеюсь им там будет комфортно и безопасно в это чудо творение которое сделал за 25 минут влезло что туда влезло туда влезла мягкая сила вот и инверсия таскать это будет очень крайне неудобно и я иду тюрелька в тюрельку потому что у меня 31 килограмм весит вот вся эта конструкция а у нас разрешено к провозу 32 все ребят получается ровно в час немножко его сделать чуть-чуть поярче чтобы сразу было видно и было радостно вот наверное давай пока мы в мастерской в одной из покажу что у меня осталось камень который был рельефом надпись ты умрешь а я останусь мамка моей бывшей и что такая классная тетушка стоит на черепах называется злая любовь вот ну его тут лошадка стоит который не закончил и все и больше работ тут нету это бумаги чтобы перевести скульптуры за границу это на 6 работ все остальное вывезем с тобой нелегально стоил это 25 тысяч рублей убери ноги короче ящик был покрашен я казалось что краска воняет сидим в огонь и просто водища хорошо что у нас оказалась пленка сейчас мы его перемотаем и будем надеяться запах окраски не будем так пахнет искусство наталья решила пластификацию развернуть но надо сейчас вот эти коробки упаковать чемодан мы еще не видели как и печатали а ты помнишь чем печатали вообще да примерно а я забыл это главный арт-менеджер мы кто вы такие неважно кто мы такие важно то какой у нас сколько раз я сейчас показала паспорт просто скажи сколько раз я показала паспорт разным чувакам раз пять мы сейчас пришли проверку чтобы нам сделали мы заполнили какие-то две бумажки потом мы заполнили еще две декларации а теперь мы спустились вниз чтобы подняться наверх и прошли еще паспорт и контроль чтобы просто переночевать в отеле а еще здесь нет курительных комнат но курят везде и пахнет курьем везде но нет курить или фон будет вообще везде идешь по аэропорту везде в каждой комнате сидят работники курят а тебе покурить нельзя надо выпрыгнуть на улицу там покурить вы решили покушать бургер кинге пока ждем еду бургер кинге сейчас расскажу почему небольшие фанатики египт и египет мы попали первый раз в этом году в апреле нам хватило ровно суток чтобы свалить из этой стороны хотя мы сюда полетели на недельки две и я не помню где-то могли начали берегу дальше была мысль помытью в кейр там ползаем по пирамидам которые давно хотела видеть но ровно один день египте мы такие ну и нафиг покупаем самый ближайший билет и тогда это был билет дома стамбула вылетаем в стамбул сейчас находясь здесь у нас точно такие же ощущения точно такие же эмоции хочется поскорей отсюда уехать что ты постоянно сталкиваешься с большим количеством людей даже не понимаешь для чего они здесь зачем они здесь все что-то у тебя все что-то делают тем или не он короче если рассматривать топ стран то египет будет на последнем месте пошла палец налезет не криво в порядке активы специально это action 7 а понял так убери палец микрофон вот сюда не переживаешь кидут ругаться короче мы поели бургер кинги стоил это миллион 1300 я могу снова 5 лет спокойно без бургер кинга короче ничего не потерял эти пять лет я очень надеюсь что я не обосрусь этой еды если вы обтираетесь с вас напишите пошли искать гостиницу он так старается что он думает что мы ему денем дадим первый обзор а как свет включается это не то нам здесь провести номер нам надо поспать пять часов здесь 9 чем мы правда девять часов можем поспать так ну смысле вы если мы сейчас ляжем там и 9 сейчас скажем пойдем бар набухаемся такая пиловка или нет у его мужа окна ну только окна было не помыли только я не поняла это типа две отдельные большие кровати какая разница давай позовем к у меня проституток есть нет у тебя есть что у меня проститутки и ни пицких нет у меня телефонов только русские русских тоже нет а это что это соседний номер он закрыт закрыт почему нет это соседний номер кто-то пошел это соседний номер закрою а здесь ванна нет да там ванна не не ванна что это душ он смотри тут какой-то гель нам дали мазили обзор за двадцать тысяч рублей за сутки будет время 5 утра я сейчас курю идем на регистрацию самолета как тебе десять часов лет короче у нас подошли на таможне устроили допрос да не купить хотят просто схема знаешь все чемоданы получили только один черный где пластификацию он вообще там асфака наверночка не знаю будет решить этот по концу лишь погнали гостиница здравствуйте здравствуйте чё давайте покажу орунтуру что многие спрашивают как черн где живет смотри это у нас гардеробно вместе с эйфом со всеми шмотками видишь вот здесь лежат скульптуры там скульптуры это санузел мой любимый толкан поэтому только здесь установлен смотри что он делает такой оп и все осталось только снять штаны и мыть жопу причем здесь ты можешь вот смотри видишь будет то есть ты здесь можешь свой амаз помыть почистить там сделать ему массаж или просто клавишу нажимаешь и все закрылось он сейчас там себя смой он сам закрывается сам смывает это душевая комната и все это комната для наталья она здесь вот это чистая комната вот ее душ так как я люблю ванную вот это моя комната вот здесь я моюсь здесь я плаваю это вот уже все вот спальня без куртного кровать телевизор диван чтобы сидеть еще один диван стол вообще очень классный очень крепкий стол во всех смыслах в каждом лотере было так везде валяется колонки то есть можно спокойно подключить своему злу и обожаю как скрываются окна смотри очень клавишу нажимаю и вот все все уходит в темноту все смешно все светло темно и самое кайфовое просыпаться вы проснулись часов 9 утра в 10 это не как в корейке здесь обычно светит солнце в разных краях оставляем мы сердце частицу в памяти бережно-бережно-бережно встречи хранят вот и теперь мы никак не могли не влюбиться как не любить несравненные эти края долго будет Карелия снится наговаривай чтоб Кирилл ебался с монтажом или привет привет тут жарко и не хватает хмурости твоего лица все ходят что-то улыбаются нет нервного типа выдвинулись поисках еды и кофе у нас есть всего ровно полтора часа потому что через полтора часа приедет к нам бенни и он будет забирать наши работы вот а пока мы гуляем по джакарте вспоминаем где мы вообще были что мы делали что мы ели что мы пили там где-то кафешка была небольшая мы там пили кафанная жареная собака есть у них интересный жареная собака доказали сейчас еды я уже сейчас я понял что соскучился по их еде девушку жирного было три из мяса вообще хочу чтобы с корочкой было я мечтаю съездить этот на бали супа поесть я не помню называется это другое особо суп ну короче суп скоро будем на болище поедем суп даже валийскую еду чё-то с едой мне не повезло совсем сейчас пойдем пить кофе а теперь про чистоту балийской посуды вот смотри это кофейня в этой чашки нам принесли сахарный сироп для айс латы вот ты погляни вот видишь как это хорошо красиво четко все умывается а затем удивляюсь почему мне так старать тянет вот в том домике высоком мы живем да и вот надо пройти по таким улицам у меня есть